Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Главное место досуга скоро откроет свои двери. В селе Даусус идет капитальная реконструкция Дома культуры, который был построен еще в 1974 году. Похищенные семейные реликвии нашли по горячим следам две иконы и раритетный сундук. Полицейские вернули жительницы Рубского района. Дворы Черкеска преображаются, активно благоустраивают придомовые территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Черкесске повеяло прохладой. Сегодня в республиканской столице заработали фонтаны. Главное спасение от зноя. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании с полпредом президента России ВСКФО Юрией Чайкой. По вопросам реализации национальных проектов. В ходе заседания были затронуты темы организации мониторинга, анализа и контроля за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа. Также рассмотрели итоги реализации мер по предупреждению и пресечению выявленных правонарушений. Кроме того, о работе, проводимой в регионах, отчитались главы субъектов округа. Доусус, Нижняя Ермоловка и Хусак-Ардоник. Именно для этих трех сел 46 лет Дум культуры был главной площадкой проведения всех важных мероприятий. Все три пункта являются одним сельским поселением, где на сегодняшний день проживает около 3000 человек. Для многих из них ДК был местом проведения досуга. Но в последние годы храм культуры пришел в негодность и уже этой весной начался капитальный ремонт здания. Из Зеленчукского района репортаж Аллы Динаевой. Только строительный шум нарушает привычную тишину размеренной жизни села Даусус. Этот дом культуры был построен в 1974 году. Несмотря на солидный возраст, здание крепкое, но обветшало кровля и требовался капитальный ремонт как внутри, так и снаружи. Сейчас строители проводят замену крыши, но есть одно препятствие. У нас дожди. Дожди нам сейчас мешают быстро заняться кровлей, быстро выполнить. Пока дождя нет, занимаемся, быстро снимаем, вешаем пленку, делаем обрешетку и перекрываем профнастилом. Но дожди каждый день, каждый день как в тропиках. Но несмотря на это, строители уже заменили окна, провели новое отопление и водопровод, отштукатурили стены, убрали старые деревянные полы и сделали стяжку для новых. В разных местах по-разному. В гимнастическом зале будет ламинат, в коридорах, в фойе будет керамическая плитка, в кабинетах также будет ламинат. В санузлах стены и полы будут из керамогранита и керамической плитки. А стены дома культуры покрыли вот такой декоративной фактурной штукатуркой караедом, осталось их только покрасить. Какого цвета будут помещения, строители согласовали с руководством ДК, а эти цвета передумали использовать и остановились на других оттенках, рассказывает прораб этого объекта. Ну, раскруйте секрет, какой цвет они выбрали, если даже нет. Будет бежево-золотистым оттенком, окна будут белым покрашены, в смысле откосы окон. И еще планируется библиотека с зеленоватым оттенком. Проведена и наружная штукатурка всего здания, но по просьбе жителей решили оставить изображение Владимира Ленина, который был выложен на стене ДК очень красивой мозаикой. Это пока черновой вариант. Изображение планируют отреставрировать, красиво оформить, чтобы сочеталось с новым стилем здания. Здание обременное было, ветхое было. Но на сегодняшний день, по указанию главы республики, вот вы сами видели, перемонт идет, все мы довольны, строителям мы довольны, подрядчикам довольны. Новым будет и парк. Здесь благоустроят территорию, установят дополнительно скамейки и разобьют клумбы с цветами, и место досуга станет красивым и уютным для любителей здесь отдохнуть. Виталия Русакова каждое лето приезжает погостить из Петербурга вместе с сестрой Алиной Рожковой. Парк – единственное место, где можно как-то прийти и отдохнуть. Тут особенно сейчас, мне кажется, будет скоро очень красиво. Приятно, когда вот так все меняется к лучшему. Раньше на это здание, ну так сказать, страшно было смотреться, а сейчас более приятно. Чтобы знали и чтили историю и героев, в парке Далсуза есть знаковое место, где установлен памятник жертвам депортации карачаевского народа партизанам. Войнам, погибшим при исполнении, и, конечно, тем, кто погиб, чтобы жили мы. Жители нашего села, которые погибли на фронте. Но, правда, здесь не все. Мы дали заявку на военкомат, они нам предоставили полный список. И в данный момент мы хотим бы реконструировать памятник и написать все их фамилии. Все три села. У нас три села. И Ермоловка, Хуса и Далсуз. А сколько жителей вашего населенного пункта участвовали в Великой Отечественной войне? Ну, я вам точно не смогу исполнить, а по списку, который мы предоставили военкомат, там 125 человек. И все фамилии будут здесь, да? Да, во всем фамилии будут здесь, да. А когда планируете реконструкцию вот этого села? Мы планируем реконструкцию где-то в августе. Где-то в августе, август-сентябрь. Тут дерево, да, вы рассказывали, что-то с деревом случилось? Да, здесь стояло дерево, был сильный ветер, и оно упало прямо на память. Даже здесь трещины видно. Оно упало прямо на память, мы его сейчас будем реконструировать. Когда это случилось? Это случилось вот недавно, в Месотеатре, по-моему, да. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4134. Из них 2590 выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 167 пациентов. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-18, днем 25-30. А в горах ночью до плюс 11, днем до плюс 20. В Черкесске ночью без существенных осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 16-18, днем 28-30 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В отдел МВД России Зеленчукский обратилась 57-летняя жительница села Уруб. Женщина сообщила о том, что из ее домовладения были похищены две иконы и раритетный сундук. Участковые и полномоченные полиции раскрыли данные преступления по горячим следам. Причем в кражах подозреваются два разных человека, которые совершили хищение в разное время. 35-летнего жителя Ставропольского края сотрудники полиции задержали на улице. И при нем же обнаружили украденные иконы. А похищенный старинный сундук нашли дома у 32-летнего односельчанина. Похищенные предметы изъяты. Данные граждане были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. По данному факту проводится проверка в установленном законном порядке, по результатам которой будет принято процессуальное решение. До 20 августа в Черкесске планируют завершить благоустройство 22 придомовых территорий. О том, как реализуется нацпроект «Жилье и городская среда» в республиканской столице узнавал Али Баташев. Пятилетняя Ксюша играет с котом-барсиком на новой детской площадке придомовой территории на улице Некрасова 5 и Лермонтова 159А. Здесь можно заниматься спортом, порезвиться с друзьями или просто покататься на качелях. Рядом есть удобные скамейки с клумбами. Мне нравится. Почему? Потому что здесь очень много детей. Я нахожусь, с кем дружить. Раньше такого не было? Нет. Площадка кардинально изменилась. Полностью вся планировка поменялась. С учетом, что с 96-го года здесь ничего не менялось, я видела предыдущую площадку, я на ней выросла, то это прям чудесная вообще площадка для детей. Дети радостные, можно видеть. По сравнению с тем, что было, конечно. Качественное искусственное покрытие на детской, игровой и спортивных площадках. Наличие лавочек и освещения в вечернее время, удобные проезды к дому, тротуары и парковочные места для автомашин. Примерно так будут выглядеть придворовые территории после благоустройства по проекту формирования современной городской среды, говорят в мэрии Черкеска. На данном дворе все работы выполнены 100%. В ходе работ были выполнены работы по устройству освещения, проезда, парковок, тротуаров. Устроена детская игровая площадка с монтажом качелей и элементов. За счет жителей после окончания работ было проведено благоустройство дворовой территории, то есть посажены деревья, цветы, озеленение данной территории. Работы по благоустройству придворовых территорий начались в республиканской столице с 20 апреля. На сегодняшний день они полностью завершены по двум адресам. Лермонтово 159, Ани Красова 5 и Советская 178. Формирование комфортной городской среды включает в себя благоустройство придомовых территорий. Эта программа полностью идет из средств федерального бюджета, то есть денежные средства жителей многоквартирных домов вообще не привлекаются, то есть делается за счет государства. Основные мероприятия, проводимые по этой программе, включающиеся в благоустройство, это установка освещений, лавочек, урны, проезды, тротуары, парковки. Остальное все, что захотят жители многоквартирных домов, делается по согласованию с администрацией с привлечением их денежных средств. До 20 августа этого года в республиканской столице планируют завершить благоустройство 22 придворовых территорий. На сегодня подрядчиками уже выполнено порядка 80% работ, говорят представители мэрии Черкеска. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Когда температура за окном 30 градусов, спасением от зноя становится прохлада. Сегодня в Черкесске заработали фонтаны, изменился облик республиканской столицы и настроение многих ее жителей. Смотрите подробности. Струи воды разлетались в воздухе, даря прохладу и привлекая к себе детвору. Первым в республиканской столице был открыт фонтан на площади перед мэрией. Этот единственный в республике светомузыкальный фонтан, открытый в 2009 году, во многом определяет архитектурный облик столицы. Все фонтаны Черкеска прошли диагностику в апреле, были готовы к эксплуатации еще в мае, но не были запущены из-за пандемии. Наша компания обслуживает три фонтана в городе. Это фонтан перед мэрией, в центральном парке фонтан и фонтан на переулке Ордеском. Все фонтаны готовы, в полной работе. Сегодня будем запускать все. Для того, чтобы вода не застаивалась, необходимо при данных температурах добавлять химикаты. Они могут принести небольшой вред здоровью, но тем не менее, хотелось бы предупредить всех, что купание в фонтане нежелательно. В отличие от детей, которые стремятся в воду, несмотря ни на какие запреты, житель Черкеска Валерий Бирюков любуется фонтаном на расстоянии. Я шел по дороге, увидел на расстоянии, я радостно было, что его открыли, что чуть-чуть увлажнения будет в этом районе. И это естественный такой процесс, когда что-то приятное, по-моему, и многим другим должно быть так же. Водичка есть водичка, без воды, и ни туда, и ни сюда. Каскады водяных струй в фонтанах Черкеска будут радовать жителей и гостей республиканской столицы до окончания летнего сезона. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ангелина». Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.